Выступающий Дмитриева Елизавета, исследователь, тема... Ну, она просила записать её так. Память, что нельзя вспомнить. Добрый вечер. Каратенечко. Минут на десять, да, потому что уже время есть. И, пожалуйста, подробнее. Сегодня хотелось бы затронуть такую тему нашей памяти. Но не памяти как когнитивной функции с точки зрения психологии. А памяти именно нашей памяти ДНК, памяти наших предков. Сегодня хотелось бы вспомнить ту, так скажем, катастрофу, трагедию, которая произошла на рубеже веков, XVIII-XIX век. И очень интересно, как это всё взаимосвязано с нашим питанием, с нашим образом жизни, в кавычках. И почему мы всё-таки не помним вот этот целый пласт, почему он нам не передаётся из поколения в поколение, из уст в уста, так как, например, нам, наши предки, рассказывают о Великой Отечественной войне. И вот, пользуясь случаем, хотелось бы и вам задать вопрос. Может быть, вам что-то передавали ваши предки, потому что я проводила такое исследование на протяжении двух лет. Единственное, что упомянули, так скажем, мои знакомые и родственники, которые уже преклонного возраста и которых уже нету в живых царствах небесных, что, да, действительно была такая катастрофа. Холодная зима вот эта вот ядерная, да, после извержения вулкана в XIX веке, вернее, в XVIII, да, после которой, в принципе, очень многое изменилось. И с неба лилась вода с глиной, грязью и песком. Это вот всё, что, как бы, рассказала мне моя бабушка, которая рассказала ей её, как бы, родственнице, да. Хотелось бы вспомнить немножко такой экскурс мини. Глобальная катастрофа XIX века. То есть она предположительно, предположительно, да, неточной, да, произошла в 1822-24 годах. То есть в это время процессы происходили как под землёй, на земле и в ближнем нашем космосе. То есть в ближнем космосе наблюдали движение неких звёзд, комет, да, альтернативные историки выдвигают такую версию, что всё-таки это астероид, как бы, да, упал, коснулся Земли, что заставило вот эти вот плиты сотрястись и изменить немножечко структуру Земли, что вызвало друг за другом извержение вулканов очень таких больших и сильных, да. Например, в России и в Европе наблюдались в то время землетрясения различной степени. Я здесь просто привела вот картинку. Кратер вулкана Аво, это в Индонезии, да. Так, в Индонезии. Далее, на следующий год также было извержение вулканов на острове Сингир. Через год уже на острове Токана в Японии. И в 1814 в Филиппинах. Но самое крупнейшее извержение вулкана в истории человечества было как раз вулкан Тамбора, Индонезия. То есть его отголоски наблюдались не одно, ну, как говорят, что 3-5 лет, но даже не одно десятилетие. Потому что понятно, что люди, как бы, да, погибли от извержения вулкана. Но вот этот вот пепел, который поднялся, что вызвал вулканическую зиму. То есть оксид серый летал в воздухе. И, кстати, художники, да, тогда искусствоведы очень, так скажем, красиво изображали это на своих картинах, в своем творчестве. Вот этот вот некий падающий снег. Вот здесь, как бы, представлено именно в сантиметрах, да, на какой радиус распространилась вот эта вот вулканическая пыль. То есть наступила вулканическая зима. Соответственно, исходя из этого, люди претерпевали голод, потерю урожая и так далее. И это все длилось примерно года три. Но пик пришелся вот на 1815 год. 1800, да? 1800, да. И еще есть такой одно любопытное, тоже, как бы, любопытный такой момент, что образцы льда в Антарктике, ученые изъяли в Антарктике и Гренландии, они их изучили и подтвердили, что там тоже было извержение вулкана. Примерная дата неизвестна, но это примерно 1808 год. Что это был за вулкан, где его местонахождение. Сам факт подтвердили, а, как бы, документально это не было озвучено ни одним источником. Так, далее уж о масштабах я сказала. Ну, и, кстати, в Индии тоже, что, как бы, повлекло, да, какие последствия. В Индии началась холера. Она там через где-то около 5 лет бушевала, да, на ближайших островах. Пришла также к нам в Россию. То есть, если считать в общем совокупности, гибель людей переварилась где-то за миллион человек, если брать во внимание и само, как бы, да, вот, извержение холеры и все вот эти последствия, вызванные данным вулканом. Почему мы все забыли? Хочется, как бы, плавно перейти все-таки к нашему рациону. Что мы сейчас едим? Картофель. Его называют вторым хлебом. Всем известно, что в картофеле содержится солонин. Также есть тоже целое исследование, где все-таки немножечко эти вожжи, как бы, отпускают и говорят нам, что это допустимая норма. Ну, как бы, просто не ешьте, там, картофель зеленый, проросший и так далее. То есть, вот в этом зеленом солонин больше и так далее, что он вредный. На самом деле, это просто такое некое замыливание, да, завуалированная вот эта вот польза. Вот. Чем отличается, вернее, не чем отличается, а какие действия на человека производит вот это вот поедание, вот этого крахмала. Человек становится вялым, мыслительные процессы замедляются. В принципе, как бы, и им легко управлять, им легко манипулировать. Он очень податливый, потому что не сопротивляется. И на самом деле, вот как нам внедрили сейчас, картофель с мясом, да, все такое. И калибр. Если это поешь, хочется полежать, поспать. А когда мы хотим, хайхочем, все уже, да. Когда мы хотим лежать, поспать, когда у нас организм отравлен, ну, то есть, интоксикация, там уже, хотя бы в небольших этих дозах, он должен, значит, отдохнуть, восстановиться и самоочиститься. Соответственно, каждый раз у нас вот такой эффект от поедания картофеля. Ну, для нас, для нашей страны, как бы, да, это вот дешево и сердито. Александр Иванович, картошку едите вы? Любите? Каши, Иисус. Вот. А говорят, крахмал там пустой. Также вот крахмал, да, это, ну, в чистом виде усваивается, превращается в глюкозу. Вы уже заканчиваете, да, или еще нет? Нет, вызывает сахарный диабет. Она только начала. Ну, сейчас я быстренько, хорошо. Так. Наши предки питались чем? Многолетними культурами. То есть, были везде леса, росли грибы, ягоды. Все это поедалось без соли. Хочу как бы обратить на это внимание. в сыром виде. Далее, что нужно было, чтобы внедрить соль? Мы, значит, стали все это, все это стало нашими врагами вырубаться, засеивать зерновые культуры, пшеницу, перемалывать. Все как бы в муку. Мука сама по себе, она безвкусна, она несъедобна. Ее можно только вот замешать солью и сделать из нее, соответственно, уже хлеб. Под таким как бы соусом, вот это вот клейковина, внедрилась к нам в рацион. Наши как бы предки, белые люди, они занимались как раз-таки собирательством. Повторюсь, ели ягоды, грибы и так далее. Но официальная история нам рассказывает о кровавых жертвоприношениях славян и ариев, что является мифом от еврейских историков. Ну и очень много, кстати, от еврейских историков к нам пришло. Здесь выступал Борис Георгиевич Лосев. Хотел такую даже ремарку, я как бы вставить, не стала его выступления. Мы живем в стране, где, ну не скажу, что она многонациональная, конечно, но в большинстве своем люди православные. Очень много храмов. Это как бы наша основная религия. Но, приходя в храм, ты должен понимать, ты должен осознавать, кому ты молишься. Потому что молитва и вот эти слова, они тоже имеют смысловую нагрузку, которую нужно вникать, ее нужно разбирать. Даже вот пример приведу венчание, да, там начинается с... Ну, оно делится на три части. Молитва до, во время и после. То есть священнослужитель, сочетая как бы, да, брак двух сердец, он говорит, вас я соединяю во имя Израиля. То есть это слова молитвы. Ну, почему Израиля? Почему там не Россия? Как бы мы живем в России, да, это православный храм. И так далее. Также вот эти слова, ну, это я просто два момента, как бы, это другая тема, углубляться не хочу туда. Нет, серьезно? Да, как они говорят? Тексты в свободном доступе. Что там, как бы, конечно... Если молитвы читают, молитвы все православные, слава Абраму, слава Давиду, слава Циву, все-таки, все. После каждой молитвы, ну, вот кто, как бы, да, знает, утренняя молитва там, там 40 раз повтор, да, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тебе Божия. То есть мы крестимся, делаем земной поклон. Там прям, как бы, в скобках указано, что поклон должен быть земным, да, так скажем. 40 раз мы повторяем какие-то слова, это как абра-кадабра. Халилуях. На санскрите она, это, как бы, перевод дословный, да, это все в свободном доступе есть, нужно изучить. Слава Богу Яхве, слава Тебе, Господи Яхве. Ну, не санскрит я, этот... Ну, это же Венхий Завет. Нет, нет. Там мог либо арамейский, либо иврит. Иврит, иврит, да, прошу прощения, я уже, у меня в голове просто санскрит. Иврит, да. На иврите, да. Прошу прощения. На иврите дословный перевод Слава Тебе, Богу Яхве. И вот эти вот слова мы повторяем по 40 раз, делаем земной поклон. Ну, это просто к тому, что так же, как мы должны осознавать, что мы едим, разобраться. Сейчас есть все в свободном доступе. Раньше, вот, да, в моем детстве нужно было ходить в библиотеку, искать какую-то литературу. Сейчас открыл состав одного продукта. Плюсы, минусы, какая польза, воздействие на организм, что из чего состоит. Так же и тексты есть все в открытом доступе. Единственный момент, что просто нам это делать лень. Тоже как бы. Почему нам это делать лень? Это связано в большинстве своем так же с тем, что мы потребляем в пищу. Это большая взаимосвязь. Один из самых полезных продуктов, вот, например, яблоки, также является многолетней культурой. И раньше, вернее, сейчас нам внедрили также к зерновым и крахмалу, да, картофелю, посленовые. Но вот у наших предков организм, например, не был приспособлен, да, к перевариванию посленовых. Ими можно было даже отравиться. Сейчас уже, как бы, ну, немножко у нас на них иммунитет. Это баклажаны, помидоры. Баклажаны, помидоры, болгарский перец. Ну, то есть, вот, все посленовые, которые имеют такую, ну, кожурку. А, уже что делать? И почему? Ведь многолетние растения, они на самом деле быстрее, как бы, растут, неприхотливее, не нуждаются в ручном труде, не нуждаются в дополнительном уходе, от них больше пользы, да. Поставишь ты это яблоко на стол, оно простоит 5 дней. И поставишь ты кусок курицы, ну, сколько оно простоит? 5 часов, если простоит, слава богу. Ну, как бы, нет, да. Вот. Ведь испечь хлеб, это намного трудозатратнее, энергозатратнее. Это нужно посадить, да, зерно, перемолоть, сварить. То есть, человеческий труд, энергия, вода, все вот это вот, ну, расходовать. Вот. Естественно, возраст нашей жизни стал сокращаться. Стали портиться внутренние органы, зубы и так далее. И, как говорит нам история, что переход от собирательства к земледелию произошел 6-9 тысяч лет назад. Если мы вернемся, как бы, 6-9 тысяч лет назад, это примерно период Адама и Евы, да. Что же, что, ну, как говорит официальная история? Согласно библиотеке. Официальная история. Но это не значит, что она правильная. Естественно. Мы сейчас, как бы, про официальную историю, то, что нам пытаются внедрить. В школе, как бы, и везде. Какая причина, почему же все-таки Адама и Еву перевели, да, на земледелие? Это кровь Адама. Потому что основная функция крови это перенос кислорода к тканям, да, ну, и, соответственно, вынос углекислого газа. А что способствует переносу кислорода в тканях? Это, соответственно, железо, которое содержится в тех же самых яблоках, да, полезных. Ну, как... Маленький процесс очень. Маленький процесс яблок. Просто привожу пример тут, как бы, про яблоки. Вот. И... Помимо картофеля, также, это, как бы, я уж сокращаю свой доклад, в 19 веке были внедрены табак, алкоголь, наркотики. Наркотики, это я даже, вот, ну, беру психологию, да, ну, свое первое образование. Берешь, там, Зигмунда Фрейда, Карл Густав Юнг, ну, допустим, психоанализ ветку, да. Наркотиками лечилось почти что все. Вдоль и поперек. Ну, как бы, когда только их открыли, так скажем. То есть, это все так медленно внедрялось. Но наш организм не был знаком с этими ядами, по-другому он функционировал, как бы, да, раньше. И, соответственно, из-за всего вот этого искусственно внедренного питания и вреда человек, тот человек, который был и это не пробовал, да, из-за небольшого, ну, из-за небольшой порции хлеба, алкоголя, вот как сейчас мы, у нас происходит отравление, ну, более сильными препаратами. Сахара. Сахара. Он теряет память сначала на короткое время, но вот на долговременную память особо влияют эти продукты. То есть, соответственно, исходя из этого, поедая, вот мы как на ферме, да, нас кормят каким-то комбикормом, каким мы, ну, как бы, мы, у нас нет выбора, что покупать. Взять ту же самую, например, гречку, да. Да, ведь зеленая гречка, которую просто собрали, никак не обработали, почему-то стоит в три раза дороже, чем гречка, которая вот прожаренная, пропаренная, уже без и полезных. Наша гречка нормальная, а сейчас большое, в течение трех лет, завозят китайцы гречка. Я хочу сказать, что вот эта гречка, которую мы едим, коричневая гречка, там человеческий труд, энергозатраты, да, то есть время, она должна стоить, по идее, дороже, но стоит дороже именно зеленая гречка, которую просто собрали, рассосовали и все. Вот какие-то вот эти вот логические такие цепочки человек должен выстраивать у себя в голове, когда он выбирает, что ему съесть, там, тот или иной продукт. Соответственно, исходя из этого, это все влияет на наши когнитивные функции, в первую очередь на нашу память. Вот. И в девятнадцатом веке тоже хотела как бы уточнить, даже была партия такая, да, я нашла как бы информацию, партия, ну, я имею в виду политическая, общественная, да, которая называлась «Ничего не знаю», no nothing, ну, по-английски. Информация тоже есть об этом в свободном доступе. Почему она так называлась? Тоже там были свои интересные такие моменты. Ну, и, конечно, те люди, которые не травились, да, едой, как мы сейчас, разница между ими и нами видна даже в нашей архитектуре, которую мы наблюдаем. Какие произведения там искусства они творили, да, начиная со скульптуры, заканчивая зданиями. И что мы сейчас? Какой вклад вносим в эту культуру, архитектуру? Не буду как бы говорить. Вот памятники, которые недавно открыли, там просто все печально, конечно, дорогие друзья. Вот. И сейчас уже на сегодняшний день индустрия медицины и производства питания, они уже как бы объединены в одну корпорацию. Известная сеть продуктов питания, да, я не буду говорить какая, магазины красного цвета, тоже принадлежит такой стране, как Голландия. И очень много сетей продуктовых магазинов в нашей стране принадлежат почему-то иностранцам. И тут задается вопрос, а почему вдруг иностранцы решили накормить Россию, как бы, да, ну, завозя туда свои какие-то продукты. Вот. Про евреев не буду говорить. Че? Ну, не буду, да. Вот. Не политкорректно. Не политкорректно, да. Ну, если кратенько, все. Вот на этом хочу закончить. Просто хочу как бы сказать, что все-таки... Мы должны немножечко сами осознанно относиться к своей жизни, в первую очередь к тому, что мы потребляем в пищу. Да. И даже у каждого человека есть, кроме его тела, скафандра, есть также его дух, душа. Мы должны кормить как и тело, так и дух свой. Чем мы кормим тело, чем мы кормим свой дух, заходя в тот же храм, да, в мечеть и так далее. Я как бы ни к какой-то религии там не примыкаю, чтобы не оскорбить чувства верующих. А просто берем молитву, либо там речь, которую вы читаете. Борис Георгиевич вот убежал, да, но я хотела у него спросить, как человек, который посещает церковь и храм, но всегда молится своими словами. Он их переделывает, эти молитвы убирает некоторые слова, оставляет, и делает очень правильно, между прочим. То есть мы не должны быть теми, кто ест все, что нам дают, все подряд, а как-то мы должны это классифицировать и немножечко туда... Дисенька, ты закончила доклад? Да, да, свою как бы... А почему люди говорят, что ты не закончил, что эти не дали? Нет, нет, все. Нет, нет, все. Вопросы-то можно задавать? Да, конечно. Значит, вот что касается биохимии и пищи, я все-таки заметил, в докладе присутствуют не научные данные, а некие пропагандистские нарративы. Ну, например, просто... Ну, там и пропасленовые... Ну, вот дело в том, что все-таки лучше, так сказать, именно брать источники не пропагандистские, критические, а, допустим, вот реальные научные статьи по биохимии, именно что, как работает. Вот. Потому что зачастую бывает такая... Так, это вопрос или что? Нет, нет, нет. Минуту, пожелание. Ну, на самом деле, опять начинается бессмысленная дискуссия. Нет, не бессмысленная, значит... Да бессмысленная, вы всегда бессмысленно выступаете. Нет, нет, это вещь достаточно серьезная. То есть вы запаслены, правильно? Конечно, серьезно. Нет, нет. Там надо разбираться в механизме работы, какая польза, какой вред. Потому что бывают продукты... Вот даже такая вещь... Вот вся ваша серьезность, вот она... Чеснок, например, от него есть и вред, и польза, даже от соли, от сахара. Тоже есть составляющая вреда, есть составляющая пользы. Да-да, я знаю, как я себя делаю. Надо именно разбираться с механизмом. Я сознательно это делаю. Именно для осознанного подхода к пище, вот, то есть разбираться, например, в чем может быть вред, в чем может быть польза. Давайте я вам просто на примере, вот, и не без статей. А, и еще, и там вот насчет смещения полюсов, якобы, в 19 веке, такой катастрофы не было. Это я могу точно сказать. Вулканические извержения были, но... В общем, ты не знаешь просто. Вот и скажи, что ты не знаешь. А она знает. Нет, 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 нет. Нет, вулканические извержения были. Вулканическая зима 1815 года, это все было. Это зафиксировано, еще наложилось на наполеоновские войны и так далее. Но хватит уже. Вот, значит, ну вот то, что там написано, по крайней мере, что якобы было смещение полюсов, там, от падения метеоритов, такого факта не было. Опять-таки, там реманки такая, альтернативные историки. Значит, я считаю, это пропагандистская фальшивка. Сейчас очень много чего вбрасывают в интернет. Значит, летосферные катастрофы, именно связанные со смещением полюсов, они действительно в истории человечества были, но это было давно. Это вот не в историческом таком прошлом, на нашей памяти. 12,5 было. Что? 12,5 было. Там не 12, там, ну, разные оценки, где-то одна дата 9300, но это по научным данным. Значит, другая версия где-то в районе 10 тысяч лет назад. Были и более поздние. Предполагают, что где-то в районе 1650 года до нашей эры. Есть следы, например, шумерских записях, но не в 19 веке. Если бы такое произошло, я думаю, мы бы, во-первых, здесь не собрались, и тот, кто выжил бы после такой катастрофы, скорее всего, обсуждали бы любые такие темы у костра. Вот, то есть, не... Как мамонта за база. А мамонты тоже уже были. Вот смотрите, я просто отвечу быстро, буквально. Вот вы говорите, нужно про посленого и какое-то исследование. Не, не только, вообще. Ну, я просто сначала. Вот у меня, как бы, да, у друга есть центр, который занимается вот гидроколонтерапией и пиявками. Врач, ну, как бы, да, высокой квалификацией. Просто на примере гидроколонтерапия. Это когда тебе в прямую кишку, там, вставляют, да, определенную трубку и промывают кишечник, да, там, механическим способом. Вот как врач, который этим занимается, да, здоровлением людей. Вот именно посленовый, они вообще там не распадаются, они слепляют, залепляют. То есть вот эти вот волосики, да, как бы, стенок кишечника. Ну, это я про то, что вы говорите, ворсинки. Что есть какая-то польза от них или вред. Вот есть наглядные такие примеры, да, людей, врачей, которые там не в статьях их изучают, а вот они, вот лежит человек, вот он съел. Вот то, что из него вышло, как бы, не знаю. Давай помидоры. Помидоры, я про помидоры, про болгарский перец. Эти шкурки в заднице застревают, вот эти красные. Нет, они просто очень трудно помываются. Потенция мужчинам необходимая. Они очень трудно помываются из мишечника. Я когда в детстве съел помидоров много, турецких, отравленных, со мной было плохо. Полезно токсиканцем. Я более-менее. Они кузыремные. В 60-е годы 20-го века писали. Все, друзья мои, достаточно. Вопрос можно задать? Скажите, пожалуйста, вы как относитесь к отделению церкви от государства? Это невозможно, такого никогда не будет. У них прямая связь. Потому что это способ управления... Ну хорошо, я тогда этот вопрос совершенно по-другому поставлю. А вы понимаете структуру любого языка? Я не имею в виду вот этот вот орган, а я имею в виду язык как средство общения между людьми. А при чем тут церковь и государство? Да, да. Это я вас в полную абстракцию погружаю, потому что на самом деле алфавитные языки... Абстракция. Которая отрывает от всех реальностей начисто, потому что все реальности потом обратно вводятся в язык с помощью научных исследований. Нет, а при чем здесь вообще связь? Абстракция, какой молодой, духом, духом. Вот он на том свете будет прям как в церкви.